Делаете, они бы сказали, делаем препарат для сердца. Произошло чудо. Смысл чуда заключался в том, что женщины, которые тестировали этот препарат, не констатировали никаких изменений. Не становилось лучше. Мужчины тоже не констатировали никаких изменений, но остатки препарата обратно в лабораторию не сдали. Компания стала выяснять, а в чем же штука. И сейчас весь мир знает этот препарат под названием Viagra. Дело в том, что если вы найдете тот угол зрения и те точки понимания, которые использует ваш клиент, то вы сможете продавать больше. Если вы будете рассказывать о своем продукте, о своем предложении так, как нравится вам, а не так, как нравится клиенту, продажи будут падать. Приведу еще один пример для этой же гипотезы, для этой же идеи. Если на первом свидании спросить у Светланы, как она себя видит, попросить ее рассказать о себе, она вам скажет, что у нее красный диплом, она танцует ча-ча-ча, разбирается в любнивой музыке, она будет видеть себя так. А если через год спросить у ее мужа Михаила, почему именно он на ней женился, он увидит, что у нее самый классный борщ, и голова не болит. Если вы будете рассказывать о себе то, что клиент хочет услышать, а не то, что вам удобно рассказать, у вас тут больше продаж. И как узнать, как выбрать те киллер-фичи, которые помогут вам продавать? Нужно прослушать несколько разговоров, нужно понять, на что именно лучше всего реагируют ваши клиенты, и использовать это в каждом первом разговоре с клиентом. Едем дальше. После презентации, как правило, наступает этап, когда вам начинают возражать. Это очень логичный этап, и мне очень нравится, когда возражения начинаются, по той причине, что наличие возражения подтверждает наличие спроса у человека, с которым вы общаетесь. Если вообще ничего неинтересно, скорее всего, возражений не будет. Если есть какое-то возражение, то с очень высокой долей вероятности спрос был. Теперь в чем штука? Есть 9 типов стандартных возражений, они все есть на слайде, и среди них есть 2 моих любимых, которые на этих возражениях палятся все продавцы. Они выделены красным. Это отправьте мне КП на почту, и я сам вам перезвоню. Поднимите, пожалуйста, руку, кто слышит это каждый день. Кто слышит это? Отправьте мне КП на почту, я перезвоню. А кто говорит это? Поднимите руку. Кто так?